Сегодня 12 апреля, день космонавтики, 2022 год, и такая вот новость, приземленная в Херсоне, что отсидевшие срок в местных колониях оседают в Херсоне. Это крепкие мужчины, отсидевшие по 7-8 раз. Они так и говорят, если им не дадут есть, то они пойдут воровать, у кого-то забирать. И вот смотрите, учреждения исполнения наказаний Херсона с начала войны не заполняются. Из них постепенно освобождают осужденных, которые отбыли срок и выходят на свободу. Но они не могут выехать за пределы области, оседают в Херсоне и близлежащих населенных пунктах. Большинство заведений не хотят предоставлять убежище заключенным после освобождения. А что они должны предоставлять? Ну это ж риск, фильмы, посмотрите, любые наши, американские, всегда что-то учудят потом. Но их готовы брать христианские центры. Они дают крышу над головой и еду. Здесь есть условия для нормальной жизни, горячая вода. Одно из условий пребывания в этих центрах – 8-часовой рабочий день. Это касается всех людей, проживающих здесь. Им запрещено пить и курить. Но бывшие заключенные преимущественно не хотят ни работать, ни отказываться от вредных привычек. Даже те, кто согласился на такие условия, через некоторое время покидают заведение. Но это не мало 8-часовой рабочий день. За рубежом там уже 7-часовой поделали. Хотят там вообще 30-часовую рабочую неделю сделать. А тут 8-часовой, и то непонятно, в субботу работать или не работать. Ну вот, 48 часов в неделю. Плюс бросить курить. Ну, если человек выйдет где-то к забору, пойдет покурит там на окраине того крестьянского центра. Ну, если у него такая привычка, так что ему, ну, не может он, к примеру, бросить. А будет хорошо работать, золотые руки, как говорится. Что это за условия тоже курить? Может, он курит и молится? Кто тут знает. Ну, вот видите, есть люди, которые решаются идти домой пешком. Один дошел до Запорожской области, еще один до Кривого Рога. Те, кто из Одессы, Кроповницкого, Закарпатья, пока остаются на территории Херсонщины. А что ж тут пешком идти? Ну, возьми там на попутках, проедь на грузовике, тебе подкинут. Там по пути, там 5-10 километров на другой грузовик. Ясно, что можно выехать, если захотят. Если домой ему хочется. Тоже, ну, и пешком можно дойти. В поле уже заночевать можно. Есть реальная угроза, что такие люди при отсутствии средств существования решатся на мародерство или другие преступления. Они так и говорят, если им не дадут есть, они пойдут воровать. Так, одна из немногих организаций, общественная Фризон, говорит, что на Херсонщине ситуация очень сложная. Больные туберкулезом находятся и все остальное. Но мы помним последние два года, что у нас есть другая страшная болезнь, от которой нас всех спасали, чем туберкулез. Что туберкулез, никто за него и не вспоминает. Уже два года по телевизору все только за другую говорят. Так что туберкулеза мы не боимся. Ешьте лук, чеснок и не будет у вас туберкулеза. Даже если курите. Так, чем кормить? Пусть их вывозят или распускают. Дайте им в руки автомат, чтобы защищали, пишут в комментариях. Так, что тут еще? Реально люди освобождаются и что им делать? Куда приткнуться? Ну, домой идти, что делать? Сейчас работы в Херсоне нету. Нужно мэру поразмыслить, что делать. Их не трудоустроишь сейчас тут нигде. Скоро будут многие воровать. Другой пишет, так всегда было. Ну, что они освобождаются, оседают. Надо, чтобы патрули ходили. Контролировали все. Потому что полиция хоть присягу принимала народу служить, чего-то ее нету, непонятно. Но если им нельзя полиции с огнестрельным оружием ходить, так ходите, как при Советском Союзе милиционеры ходили вообще без дубинок, без ничего. Милиционеры. Просто у него была форма и все. И вот тут новости вслед, что вот такой прогноз по Херсону, это сегодняшняя же новость, что напугали их по телевидению украинскому, что освобождать будут Херсон. И многие люди теперь боятся, что будет как в других городах, и покидают Херсон. И не только Херсон, а и область. Вот видите, что было в тех городах. И теперь даже с райцентров все стараются покинуть. И есть большой риск, что пишут, что люди сюда больше никогда не вернутся. И вот они, часть идет до Николаева, а многие уезжают в сторону Крыма. Видите, больше людей в сторону Крыма едут. Туда сейчас вроде проезд свободный. Вот такая вот, это городской голова Херсона. Крыма, кому они на чужбине нужны вернуться. Да найдут там работу и уже не вернутся. Тут в Херсоне работы нету. Тут даже и пять лет назад на работу нормальную не устроишься. Все по знакомству. Даже в эту самую мэрию, чтобы устроиться. Все вот мне сказали, что там все по знакомству берется. Так что тут, ну это такое оценочное суждение, сразу предупреждаю. А вот Херсонский университет опасается не набрать первокурсников. Слишком много выехало с Херсона, потенциальных студентов. Ну ничего. Кто хочет учиться с местных, будет меньше конкурс. Может вот, как я старшего возраста, я бы тоже пошел бы, может какую-то специальность еще бы получил. Но с этими тестированиями сейчас не поймешь, как поступить в эти вузы. Хотя у меня есть высшее образование. Настоящее, как говорится. В том отношении, что мы на стационаре я учился. И вот тоже новость от сегодняшнего дня. Между райцентром, Великой Лепетихой и Херсоном пошел автобус. И билет стоит 400 гривен. Ну 400 гривен что-то вроде как заоблачная цена. Но тут пишут, что-то очень дешевые билеты. 400 поделить на 30, это у нас получается, сколько? Почти 15 долларов. Когда пенсия 1700 гривен и билет в одну сторону. Вот открыть карту, вот она Лепетиха. И вот мимо Каховки, новой Каховки. Тут что-то едет автобус Херсон. 152 километра всего лишь маршрут. И стоит 400 гривен, это дороговато. На море автобусы рейсовые летом 150 гривен. Это 110 километров за 150 гривен. А тут 152 километра за 400 гривен. Ну смотрите, тут на YouTube канале, тут есть плейлист Херсон. Именно вот Херсон политический и мгновение Херсона. Тут вы можете о нашем городе составить впечатление. Сейчас, где тут он? Вот о мгновении Херсона. Интересно о городе. 716 видео. В этом плейлисте. Вот. Очень интересные такие подборки. По несколько секунд. Тут самого красивого, что есть. Петербургские ворота в Херсоне. День города. Ну, все очень зомби в Херсоне, как сделали. Тут такой флешмоб. Часть первая, часть вторая. Очень эффектно. Казаки и сабли. Булава. Парень нежно спускает девушку. Херсон. Церковь на Шуменском. Семеновка зажигает. Очень красивый ролик, как поют. Ну, это вот на YouTube-канале заходите. Видите, как тут вот включить видео в мгновение Херсона. Это все Херсон. Играет музыка. Заходим еще потом на YouTube-канале, когда открываем, сюда вот о канале вкладка. Тут есть реквизит и сейчас военное положение. Поэтому у кого добрая душа, вот PayPal счет и пластиковая карточка. ПОДПИСЫВАЙСЕМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРСЯМЕРС